Всем привет! Если бы вы меня слышите, а если бы вы меня еще чувствовали, то вы бы лишний раз понимали, что вы наивлив шеф-ченнел. Часто вы мне пишите в комментариях, шеф приготовь что-нибудь вот для друзей, на компанию, на пацанчиков, когда вот мы собрались и нас уже задолбал шашлык, плов. Вот сделай что-нибудь такое, чтобы уж прям под все. Пшеничный коктейль, вот солдококтейль, охеренная солянка. И солянку я буду готовить не просто в скороварке или в какой-нибудь кастрюле мультиварки. Мне подарили, по-другому я не могу никак назвать, вот такой вот прям самый настоящий казан. Я не буду готовить суп солянку, она, кстати, у меня есть на канале и вы должны ее были видеть, она такая густая, яркая, мощная. Солянка еще вот бывает такая история, которая завязана на теме капусты, копченостей, томатов, картофеля и большого количества разнообразных вкусных ароматных специй. Учитывая то, что я лицо мясницкого ряда, я не мог не взять копчености. У меня здесь и грудин копченый, и охотничьи колбаски, и ветчина для завтрака, колбаски, шашлычные свинины. Признаться честно, их люблю есть с сырцой. Нереально. Капуста, лук, томат, картофан. Зачем я налил масло? Да дабы картошку немножко прижарить. Вот когда друзей много, вот такую штуку лучше всего готовить. Во-первых, останется на следующий день. Яйцом будет залить, и у вас получится вот такой вот офигенный завтрак. Поэтому смотрим, наблюдаем, учимся. И не забываем все-таки своим друзьям надо порекомендовать Ивлев Шеф Ченнел, чтобы они поставили колокольчик, само собой подписались, потому что только вот такие настоящие брутальные рецепты есть на Ивлев Шеф Ченнел. Оно еще не до конца накалилось, нам не нужен фритер. В данном случае грудинка в перце. Все, что есть дома. Колбаса, какие-то ребра. Прям собирайте, все зайдет. Копчености надо все-таки порезать слегка поменьше, но они обязательно чтобы чувствовались. Это свиная кожа. Такими большими кусками не очень, но если порезать маленькими вот такими, то получится очень вкусные шкварки, которые сами по себе насытят нашу солянку. Аромат и вкус будет зависеть только от количества копчености. Чем их больше, тем солянка будет более ароматная, яркая. Как я люблю вот эту солянку еще с хлебом макать. Именно взять какого-нибудь деревенского хлеба, а лучше все черного. Там будет сок. Картофанчик спокойно обжаривается. То же самое с охотничьими колбасками. Почему бы нее величество ветчина. Как понять, что у вас просрочились мясные продукты, они начинают быть такими скользкими. Такой процесс, который называется «заветрилось». Не надо всегда это выбрасывать в помойку. Мы, профессиональные повара дома, то очень хорошо моем и кладем в морозилку. И потом, как раз вот когда доходит дело вот до таких вот солянок, мы это используем. Это все-таки снаружи, это из оболочки могло у вас заветриваться и образоваться вот эта вот слизь. А внутри сам все продукт хорош. Тем более, если он пройдет тепловую обработку, то с точки зрения микробов все сгорит. Не надо стесняться. Как вы уже поняли, я само собой читаю комментарии. Это для меня важно. Оставляем в комментариях, что вы хотите, чтобы я приготовил. Предупреждаю, нормальные вещи писать. Мне там иной раз пишут, там шеф, а приготовьте блюдо там такое-то, такое-то, такое-то. Да я не в теме, национальной какой-то кухни. Я не все национальные кухни знаю. Это не самый мой, как бы, такой топовый конек. Свое что-то, либо плюс-минус готов. Манты, хачапури, какие-то такие специалитеты восточной грузинской кухни я готовлю, но, как вы уже знаете, на свой манер. Так же, как и многие и вы. Это синдром борща. Я не хочу очень сильно зажаривать картошку. Появилось золотистого цвета. Я считаю, что этого будет достаточно. Масла еще достаточно много. Нам такого количества не нужно, и оно горячее. Копейка рубль бережет. Берем просто чистую, сухую емкость. Неважно, кастрюли это, сотейник или контейнер, только не пластмассовый. Масло лишнее просто-напросто сюда берем и переливаем. Вы посмотрите, насколько прозрачное и хорошее масло. В нем же жарился только картофель. С профессиональной точки зрения, поверьте мне, с этим маслом можно работать. Поставлю это масло охладиться, я его потом перелю в бутылку и буду всегда использовать для приготовления блюд. Я поставил небольшое количество масла. Жарим. Чтобы все кошаки и пернатые не сбежали со всей здесь округи, завакуумирую я лучше всего этот аромат. Нагар, который там остается от копчености, станет очень ярким и мощным усилителем вкуса. Вытопили часть своего естественного жира. Репчатый лук пока идет один, без помидоров, потому что если сразу положить помидоры, томаты дадут очень много влаги и лук у нас сварится. А лук мы же с вами любим какой? Чтобы он был жареный, золотистый. Берем капусту. Есть такая форма нарезки у поваров, называется она шашечки. Для просто людей это квадратики. Самое главное не больше и не меньше размера копчености. Картофан будет чуть покрупнее и ничего страшного, он имеет право выпендриваться. Когда слишком долго томить надо, картошка, фасоль, чечевица, эти продукты очень деревянные и долго очень тушатся. К ним, конечно, лучше всего использовать немолодую капусту. Капусты, конечно же, лучше всего чуть побольше картофана в два раза. Во-первых, капуста дает не только вкус, она дает очень хорошую, яркую, сочность. Я буду использовать сухие специи. Молотый кориандр, обожаю. Копченую паприку, которая придаст лишний раз еще больше аромата копчености. Зира, восток, кавказ. Можно использовать, кстати, и свежий чеснок, без проблем. Мне захотелось здесь использовать сухой чеснок. Прижариваю уже с сухими специями, тогда сухие специи, они лучше раскроются. Это зор в джунгли. Добавляю томаты. Вот здесь как раз надо сделать так, чтобы томаты разбились. Нам не нужны кусочки, нам надо, чтобы они очень хорошо спассеровались. Помидор не даст кислоту, тогда он даст естественный свой натуральный вкус, сладость. Смотрю я на все это великолепие и все-таки хочется мне добавить пасту изверленных томатов. Помидоры почти все разбились и получился такой томатный соус. Я добавляю капусту, жарили большое количество копчености. Это уже соль, поэтому здесь надо быть очень аккуратным. Надо все добавить и только после этого понять, нужна ли еще соль или нет. Да, вот это я понимаю, Семен Семенович. Перца должно быть много. Перец должен быть таким, очень ярко чувствоваться, он должен вызывать вражду хлебасика. Огонь умеренный. И вот только сейчас я беру и добавляю в воду. Не надо заливать полностью. Мы делаем не суп. Берем чистую ложку, делаем небольшую лунку. Видите, здесь вся жидкость. Здесь уже все собралось и перемешалось, поэтому спокойно опускаем и понимаем, что нам нужна соль. Минут 20 сначала зафиксируем, томим, а потом уже посмотрим. Наши руки не для скуки. Аромат стоит нереальный. Все для вас, ребзя. Капуста тоже не должна перетушиться, потому что если капуста перетушится, она становится похожа на промокашку, на туалетную бумагу, как мы ее называем. Надо очень правильно словить этот момент, когда снять с огня. Капуста должна быть прям хрустящая в меру, как в борще или как в щах. Картошка, она и есть картошка. Вот смотрите, она должна быть мягкой. Видите, туда я. Опа, и все. Он готов, но ни в коем случае не развалился. Берем и вот эту вот вкусноту выкладываем. Лучше всего, конечно же, в большое блюдо. Очень важный момент, вот этот сачок, который вот у нас там, его ни в коем случае нельзя оставлять в казане. Его надо обязательно сюда долить. Или, если кто-то из ваших друзей захочет, то можно отдельно его слить и потом просто-напросто поливать. Настоящая, брутальная, нереально вкусная, но при этом, да, жирная мужская еда, которая сама по себе собирает друзей вокруг себя для того, чтобы вспомнить былые, прекрасные времена, мальчишество, хулиганство. Первое прости, первое хочу, первое надо. Уверен, что такие прекрасные, настоящие мужские разговоры, будет очень приятно вести вот под такую соляночку с копченостями да картофанчиком. Приятного аппетита и, как всегда, с вами увидимся очень скоро на Ивлев Шеф Ченнел. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok